всем привет мои дорогие ну что у нас сегодня тема дня арабская парфюмерия не было мне давней когда уже в общем то на ю тубе но дело в том что очень много времени тратится сейчас в нынешних реалиях на то чтобы закачать видео на youtube одно дело снять одно дело смонтировать но если раньше это могло у меня занимать час два полчаса то сейчас это в среднем где-то пять часов я заканчиваю видео на youtube бывает три часа бывает 8 и больше бывает два дня вот потому что это все делается естественно без vpn это делается без вай фай это делается с обычного интернета телефонного соответственно я не могу каждый день это делать это много времени занимает еще и у меня гигабайта заканчивается и в целом не придется еще и доплачивать чтобы снимать видео на youtube поэтому 45 видео в месяц я думаю что я смогу снимать итак мои дорогие арабская парфюмерия я обещала вот вам пожалуйста значит мне кажется первый аромат в полном размере по крайней мере ко мне пришел это был аромат яра от латафы классическая я вот значит вкусненький посылку мне выслали трек номер мне отлично значит вкусненький нежненький мягенький какой-то он для меня даже где-то зефирный но если вообще смотреть первое свое впечатление об этом аромате и сейчас то сейчас как будто бы он стал ну не такой уж и сладкий да сладкий но в нем ароматы вообще арабы они в принципе также настаиваются и в этом аромате появилась база такая более древесная более выраженная древесная база и он сейчас ну сладкий но не прям не ну сладкий конечно да красивый но я не скажу что прям мой любимчику моя рука к нему тянется у меня от сотки осталось наверное меньше половины потому что я его отливала уже два раза и прям большими дозами делилась этим ароматом значит делилась этим ароматом люди даже как-то снимают вот эту штуку как браслет я так и не смогла я смогла снять вот но мне не очень нравится флакон этот пластик все это мне не очень нравится но ладно у меня еще в хотелках белая яра белая яра называется яра мой и вот но опять же как хоть и в хотелках я хотела думала разнашивала и пробник у меня был я поняла что мне сто процентов нужно на осень на начало осень осень вот она уже все скоро будет уже середина такая холодная осень до середина осени но пока что как-то я не решилась как будто бы я не уверена а точно мне надо хоть и хочу еще раз что ли пробник взять не знаю в общем первая яра была именно в полном флаконе такая вот красоточка вкусненькая нежненькая очень многие ароматы она похожа кстати и на пп джинс и на что-то там еще многие в общем причем для меня допустим может вообще быть не похожая вот именно яру сравнивают с разными ароматами вот она кому на что похоже но в целом это мягкий чуть-чуть сливочный аромат сладкий вкусный немножечко древесный в базе такой какой-то зефирный какой-то он именно не то чтобы прям кондитерский но про сладость про вкусность какую-то приятный аромат в принципе я им буду пользоваться да еще один аромат я его купила не так давно но у меня были пробники от levante и это была любовь с первого взгляда с перо нюха и наконец-то я его купила не так давно это тоже латафа бренд это вот 2 лотаф очки у меня по моему больше лотаф у меня и не будет это аромат называется андалиб но это вторая версия флора есть просто андалиб есть андалиб флора вот это флора ну здесь ну такой флакон конечно но это арабы я уже привыкла к вот этим вот ко всем их знаете вычурностям железные здесь железная крышка железом здесь какая-то жемчужина здесь жемчужина здесь все в стразах как понимать здесь железо здесь сиреневые стразики аромат значит такой вот флакон да такой вот сиреневый потрясающий аромат он для меня немножечко дает жевательной резинкой а мне что-то последнее время нравится эти вот жевачные оттенки в парфюмериях мне казалось раньше что здесь есть ут здесь какое-то просто тяжелое такое увесистое дерево именно такую древесность я никогда раньше не слышала и здесь на мой взгляд по моему вообще не то заявлено но на мой взгляд здесь какая-то сливочная горденья с возможно с какой-то грушей с какими-то вот отголосками легкими такими фруктами которая вот это горденья совместно дает жевачность ту самую сначала я думала когда у меня был в атлеванте что как-то не очень стойко потом аромат настоялся и даже из атлеванта я на себя наносила я понимала что аромат мне просто душит он очень яркий он очень стойкий красивый женственный вот это мое парфюмерное я я могу его назвать моим парфюмерным я в общем по всему своему парфю шкафу да то есть вместе с нишей вместе с люксом вот это мое парфюмерное я очень круто то есть это такое очень красивый цветочный немножечко фруктовый вкусный аромат да он женственный да в нем есть вот эта жевачность которая дает ну не детскость но вот что-то такое да но при этом вот это увесистая древесная база все-таки аромат делает ну не детским да таким классным обожаю дальше ну вроде как у меня все по одному да то есть вот эти два аромата были от одного бренда расскажу вам про аромат шифон это бренд эмпер 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 тоже естественно арабская парфюмерия я его тестировала вообще я его нашла в интернете в ю тубе про него рассказывала девушка она занимается распивом парфюмерии именно этот флакон они вот часто распевать я не знаю что там пускать на распив флакон который стоит 1000 рублей мало себе представляют тут еще пересылка тут еще атомайзер да нужно оплатить как бы ну ладно окей они его раз распевают хорошо и когда я услышала что ну всем очень нравится все его постоянно покупают в общем на распив этом три флакона ушло очень популярный аромат и кстати я больше его принципе нигде не увидела только вот у одной девушки я сделала заказ на сайте рандеву и там лайфхак девочки очень там немного но есть именно пробники не не отливанка не в 5 миллилитрах которые представлены на вал берез так дороже получается а есть просто пробничек 50 70 рублей именно араба и этот аромат был на сайте рандеву я его взяла пробником кстати на сайте рандеву да у меня есть мой личный промокодик на 10 процентов 10 ес у я вам приписываю значит промокод действует при покупке на сумме от двух с половиной тысяч рублей вот действует он бессрочно так что пользуйтесь сейчас я тоже сделала заказ и один арабский парфюмчик пробничек я тоже закинула вот ладно не буду там вспоминать как он как он называется какой-то такой тяжелый зимний вот он там стоил господи 56 рублей просто очень выгодно именно там купить а вот она волдырь из потом заказать флакон так вот этот пробник я сразу вскрыла протестировала и тут же абсолютно тут же я пошла заказала его на волдырь из этот аромат уже в 100 миллилитров я от него отливала тоже вот это аромат действительно вот он называется шифон обратите внимание здесь нарисованы цветы на этой ленточки из шифона здесь цветы какие здесь цветы здесь роза нарисована ну какие-то зеленые просто веточки этот аромат про розочку про летнюю розу как шифон звучание аромата полупрозрачная такое тонкая красивая по моему да с зелеными оттенками я сейчас уже могу не вспомнить если что знаете вот здесь название да здесь банты по идее как бы здесь был пульвик ты пшикашь и надо вот этот банк придерживать поэтому я пульвик на обратную сторону чтобы этот бант постоянно у меня не не пшикался сейчас вообще флакон неудобные здоровый широченный до легкая пудровость знаете какая пудровость такая про чистоту про про какую-то свежесть опрятность вот такая именно пудра с зеленью и где-то где-то есть конечно такая утренняя свежая нежно-розовая розочка классный аромат очень женственный такой он конечно на каждый день на утро на обед под какие-то шифоновые сарафанчики но он красивый аромат мужу очень понравился он прям свеженький такой роза очень много зелени очень много вот прям они как-то вместе знаете то есть прям роза я не могу сказать что прям солирует и вот какая-то еще пудрочка есть но пудрочка именно освежающая и вот зеленые нотки классный аромат стойкость у этого парфюма небольшая я кстати давно не носила с лета надо может быть как-то выгулять его но там еще что-то меня интересовало в бренде эмпер но так как здесь стойкость буквально два-три часа внутри да вот я подумала что может быть даже больше не буду ничего брать с эмпер надо хотя с другой стороны зачем тебе такая стойкость да а с другой стороны это легкий аромат какая-то может быть дикая стойкость это легкий аромат в общем мне нравится аромат мне прям понравился хороший хотя розы ну как на мне роза именно летом хорошо раскрывается но я не сторонница розных ароматов и те что у меня есть мне этого хватает я не стараюсь больше не докупать ароматы про розу потому что и так у меня там буквально 5 флаконов точно если для меня это много но этот аромат и все равно купила ой мой но он прям красивенький значит про аромат который мне присылали кстати вот мне прислала подписчица вот этот аромат в отливантики не брасну там много чего не брас наверно возьму протестирую еще раз по крайней мере вот сейчас в прохладу и подумаю брать или не брать в общем следующий аромат она мне тоже прислала в пробнички я его весь извела и я заказала себе флакон 100 миллилитров это майсуф варди аль зафаран бренд называется так понимаю он чуть побюджетней у кого ну каких-то дальше которые у меня будут даже может быть латафу чуть-чуть побюджетней то что латафу это где-то можно купить за 1200 за 1300 флакон этот можно где-то рублей за 900 девчонок купить аромат классный аромат фруктовый яркий очень-очень мускусный вот этот аромат очень мускусными на мне он классно раскрывается он кстати приходит в мешочке может быть поэтому он чуть-чуть дешевле то есть нет коробки он приходит вот в таком приятном ярком мешочке значит он мне похож немножечко на терри мюглер angel angel nova вот но посвежее в каком плане посвежее здесь меньше какой-то цветочной пудры что ли в этом аромате и здесь есть ревень да то есть та сама зелень такая освежающая чуть-чуть даже может быть кислящая которая как будто бы делает не таким плотным аромат хотя он очень плотный ну и тут мускуса побольше 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 прям но я его очень люблю носила даже летом вот я его ну мне кажется в прошлом месяце буквально купила обалденный парфюм мне вот прямо нравится да я его как-то покупала на заказывала и на пункте выдачи решила его не забирать подумав что он похож на звезду от терри мюглера там 50 миллилитров стойкость бешеная и здесь еще 100 а плюс-минус немножечко об одном аромат я подумала зачем мне столько и решила не забирать ну и где-то прошло месяца 8 я поняла что нет все таки он мне нужен у меня еще тогда был отливантик я его начала носить я поняла что все таки этот более мускусный с ревнем то есть ну это немножечко другой аромат и решила все таки его заказать классный аромат стойкость хорошим него следующий аромат девочки про ну лет не наверное все таки ну конечно он на все времена года но я носила его летом него подарили летом этот аромат что за это латафа это латафа а я чуть ли не туда что это да это латафа значит у меня три латафы девчонки ну ладно так эти коробки кар я не знаю наверное их выкину вроде как жалко такие коробки там коробки огромные иногда прям даже очень красивые в общем махашин кристалл называется парфюм ну вот прочитать можете да вот махашин кристалл есть еще розовая версия я потом смотрела на также на валберис есть прям розовая такая внутри водичка это аромат тоже мускусный как бы легкий в этом аромате я была вчера вечером позавчера весь день я в нем выгуливала разгуливала этот аромат весной ко мне приехала я в нем была для кого-то мне его подарили потому что хозяйка этого аромата которая его купила для она ей показался аромат каким-то невнятным что ли но на самом деле достаточно яркий аромат как по мне он фруктовый и мускусный здесь фрукты даже с какой-то тропичностью есть да то есть какие-то вот чуть-чуть тропические фрукты здесь такой явный мускус и мускус все таки он про чистоту в том числе но он там есть мягкость от этих фруктов и такая чистота немножечко свербящийся от мускуса и казалось бы вроде бы аромат ну не супер громкий но он довольно цепкий и очень шлейфовый вот в общем люблю его классный ношу с удовольствием вот достала и два дня его выгулила наверное даже поставлю его в подборку в конце месяца покажу еще раз ну в общем то я его носила да так мои хорошие значит от лотаф у меня есть коробка еще вот это андалип флора наверное по выкидывку да такие коробухи хранить да значит еще один аромат который мне подарили это же девушка в разные в разное время мне леночка присылала вот такой шикарный парфюм это все металл но иногда оформление конечно но просто там стоит допустим там 1800 полторы две тысячи до флакон 2200 тут только за оформление стоит это отдать парфюм получается как будто бы бесплатно это альхамбра бренд альхамбра мэйсон альхамбра вот здесь 100 миллилитров тоже по моему это аналог на какой-то знаменитый нишевый бренд аромат про розу роза здесь тяжелая это аромат зимний густой это роза похоже для меня монталь роза смазг монталь интенс кафе все вместе если смешать да здесь кофейных нет нот но роза смуск он такой все-таки полегче а вот если брать интенс кафе то вот эти кофейные ноты они же улетучиваются просто в старте и потом вот это вот какая-то вязкость но остается здесь такая же маслянистая жирная роза аромат чуть сладковат и густой и есть такая кислинка вот это говорят мускус манталевский мускус кислит я думала что это роза кислит но в общем здесь роза также кислит как в мантале вот есть такое ощущение прям жирности кислинка и густо тяжелый до аромат один пшик я наносила и полностью весь зал был в этом аромате муж как бы оценил ногу а сколько ты много нанесла да я говорю один пшик только нанесла и то есть это было ну где-то минут через 40 он зашел то есть не прям сразу да такой вот шикарный аромат это конечно на более прохладное время аромат для меня на такую же осень холодную на зиму на начало весны в общем вот такой классный парфюмчик очень тяжелый флакон подобный флакон ну вообще они во многих арабских брендах представлены вот такой вот черный еще по моему есть вот такой фиолетовый бордовый есть красно красно оранжевые есть белые вот я белый брала на который похож на мускусную терапию реально похожим не стробник мускусной терапии мускусной терапии оригинал поярче ну посмотрите как все тут вот эту коробку не могу выкинуть очень красиво просто все сделано и это бренд а что это за бренд что это у меня за бренд не знаю royal blank glorious out fragrance world да это fragrance world это действительно похоже на мускусную терапию это мягко это сливочно этому вкусно это немножечко с цитрусовыми нотками но здесь цитрусы я ощущаю как такую легкую даже чуть-чуть перченость и мускус здесь припудренный и сливочность он прям сексуальный это такой для меня запойный аромат у меня его нет половины даже чуть больше потому что здесь 80 миллилитров и вот здесь видно где он у меня есть вот так здесь 80 миллилитров не 100 как в этом в альхамбре да fragrance world по 80 вот такие флаконы выпускает и 50 я отлила сразу для меня запойный достаточно аромат мне кажется еще тяжелее чем вот этот кстати почему-то это тоже все из металла металл металл крышка тяжелая внутри пластик но все тяжелое такое вот когда я в нем я все вот кстати вот сегодня надо его нанести у меня подходит мне кажется под образ даже все когда я в нем не хочется его обновлять обновлять мне хочется его наносить на и просто третий день четвертый день я себе уже останавливаю ну как бы ароматов много надо чем-то пользоваться прекрати отставь его пожалуйста общем обожаю этот этот аромат осталось там сколько мне где-то 30 40 миллилитров примерно может 35 не знаю но я буду еще брать однозначно мне этого надолго хватит вот мне кажется на год так точно но я буду обязательно еще покупать любимчик мой вот прям могу выделить прям любимчик мой дальше следующий аромат снова альхамбра это кисмет энджел это аналог сделанный под киллиан вот это вот их дорогую фужерную линейку алкогольную линейку и здесь действительно есть алкоголь здесь есть виски что то такое здесь есть такое яблоко несвежее как будто бы немножечко то ли ну тоже запеченная или карамелизированная чуть-чуть специи корицы немножечко я вообще такое не люблю вот эти коричности все не очень люблю здесь вот чуть-чуть приправлена ванилька древесности вот этот вот алкоголь когда этот аромат ко мне пришел зимой в подарок тоже от леночки я им убивалась девочки то просто было что-то доходило до ну я могу сказать абсурда потому что я просто могла я уже понимала что я не могу его на себя наносить каждые пять минут а мне иногда хочется так делать я просто его брала в руки ложилась на диван смотрела какой-нибудь фильм и просто открывала крышку и нюхала вот так вот раз 15 минут я так фанатела по этому аромату и я в тот момент прям хотела чего-то сладкого такого густого тягучего и когда этот аромат ко мне пришел в подарок это было то что нужно ну и посмотрите сколько я использовала учитывая что я вторая владелица здесь два пшика и все и просто целый день в этом аромате очень классный парфюм последний аромат который я себе купила ну именно в полном объеме да у меня есть пур пойзан это кто-то сделал fragrance world это сделал fragrance вот у меня есть здесь еще коробка от него я не знаю оригинал диор польза но это про белые цветы это действительно пюр это чисто конечно он стартует очень ярко он где-то такое хищно-бело цветочный даже где-то немножечко агрессивный потом этот аромат расходится и он не становится супер легким но он облегчается и он становится такой средний по тяжести аромата это белые цветы это чистота это вообще красота он не сладкий я заметила что на волосах двое-трое суток он держится достаточно ярко и вот но с в основном этом как-то гульку могу до завязать и потом когда ее развязываю я слышу этот аромат с волос на следующий день и он немножечко сладковатый то есть на следующий день в базе белые цветы конкретно эти цветы они чуть-чуть заслащиваются очень хороший аромат тоже вот я его купила и дня три-четыре я была в нем мне очень понравился прям и стойкости все вообще потрясающе последний аромат который хочу вам показать у меня его нет прям в оригинальном флаконе но девочки у меня от левант аж целых 30 миллилитров с этой стойкостью это очень много я вставлю картинку во первых я не знаю что это за бренд но это как бы араб да я так понимаю что он довольно редкий вот стойкий громкий кто-то его даже сравнивает немножечко с ароматом кирки это аромат зимний но да здесь есть фрукты и они чем-то кстати похожи на кирковские фрукты здесь есть мускус да но такие но основные до корды что здесь есть вам рассказываю здесь есть прям конкретный уд уд именно арабский такой прям мощный арабский уд вот здесь он есть возможно еще какие-то деревяшки есть потому что все-таки он разбавляется либо вот мы как-то знаете привыкли ну вот как-то те уды которые я слышала они немного другие вот именно в этих арабах вот в таком сегменте как будто будут чуть-чуть отличается в общем недавно тоже наносила буквально один пшик может быть два громко удушающе просто на улицу в мороз ну то есть куда-то на прогулку свежий воздух сладкий ли он но есть в нем сладость пудровость тягучесть терпкость удовость фруктовость и немножечко мускусности вот такой аромат он сложный если вообще смотреть на все которые я вам показала то этот аромат по звучанию это самый тяжелый самый самый сложный аромат ну наверное за счет вот этого у да да возможно где то есть еще уд но так ты его не слышишь и ну не ощущаешь а здесь вот прям конкретный уд с фруктами с тяжестью но неплохой аромат он вообще красиво скроен честно говоря интересный даже вот но вот эти 30 миллилитров мне скорее всего до конца моей жизни нет возможно на улицу куда-то зимой я прям и буду с удовольствием носить может быть какие-то какие меха какие сейчас меха никто сейчас меха то и не носит ну вот как-то ассоциируется именно так этот парфюм все мои дорогие пока что у меня больше ароматов таких такого рода нет но я постоянно что-то мониторю что-то я постоянно присматриваю есть у меня в хотелках ну три-четыре аромата точно возможно ну в следующем месяце уже может быть да что то я закажу себе один или два даже возможно парфюмчика вот ну вот решила пока что снять то что есть да по полным флаконом если мы не будем считать вот этот у меня есть еще миниатюрочки прям маленький там 3 миллилитра 5 миллилитров на их я мы уже прям совсем не будем да с вами как бы обсуждать а вот именно по флаконам если пройтись по большой таре то это раз два три 4 5 6 7 8 и вот этот аромат но я тоже туда все-таки включаю потому что но это этого много 30 миллилитров этого по это очень много вот нравится люблю покупать стоит дешево флаконы большие миллилитраж огромный 100 в основном по 100 миллилитров до значит миллилитраж большой стойкость неплохая звучание ароматов мне нравится кто-то говорит что у арабов ну не очень звучание базы какие-то такие плохие и вот прям и мускусы кого-то душат арабский для меня вообще все подходит я не знаю может быть я такая всеядная или что я не знаю но у меня все очень нравится все подходит может быть просто я очень люблю парфюмерию я в каждом парфюме найду что-то но мне все нравится меня все устраивает цена качество просто супер вот так вот поэтому буду дальше по чуть-чуть массово не хочу прям знаете там 10 флаконов за два месяца как-то все таки хочется по чуть-чуть по чуть-чуть их как-то добавлять пользоваться до разнашивать вот сейчас я наверное еще нанесу прям не могу мне хочется его наносить и наносить вы понимаете аля мускусная терапия понежнее просто нежнее чем мускусная терапия нет таких ярких ноток которые сильно щекотят нос они есть но их не так много а кстати у меня лайфхак я у меня есть пробник мускусной терапии которая стоит 20 чем-то тысяч рублей флакон так я наношу значит три-четыре пшика этого аромата и один пшик сверху мускусной терапии все все 12 часов шлейф длиннючий как будто бы оригинал он же ярче громче и стойче там просто убийственная стойкость как будто бы закрепляет этот аромат и все и шикарно я как-то раз просто попробовала я их тестировала на запястьях и я думаю то есть насколько насколько же яркий этот аромат я подумала а потом я поняла что это один пшик оригинала настолько сильно шлейфит и когда я попробовала наслоить сверху оригинал на этот аромат уже в следующий раз был такой же эффект и я подумала что это как повседневный вариант а если хочется прям выделиться чтобы тебя заметили просто закрываешь сверху мускусной терапии с пробника оригинальным да кто-то скажет кощунство смешивать ну как бы для меня нормально и поэтому это очень выгодно накупить пробников себе мускусной терапии и взять вот этот флакон и просто благоухать в пробничке обычные вот эти пробники с рандеву в них среднем на 38 пшиков 36-40 я проверяла выпущу кивала как-то видео а вот поэтому это очень очень круто на 36 раз точно хватит использовать аромата еще и плюс это добавить так вообще супер будет все мои дорогие огромное спасибо за просмотр до новых встреч где-то через недельку может быть пока пока